итак господа папашки смотрим гайд по ауткасту и дуэли вместе с шарупой от clockwork оранжа аванкара пивозавра неизвестного пока что геройщика займет примерно часок будем записывать естественно на какие-то реплики обсуждать всем приятного просмотра приветствую любителей героев мечей магии с вами orange давно ли вы выиграли финальную битву заклинаниям жертва а как часто буквально сегодня до 50 серебряных пегасов концу второй недели а что даже трех них земли на рынке отвар спасибо большое за это возможно на такие шаблоны как джебы соуткаст и дуэль сегодня друзья героички мы с вами наконец-то узнаем что из себя представляет эти шаблоны и как начать играть свое удовольствие и с максимальной эффективностью джебы соуткаст это шаблоны разработаны игроками мкс и джон дэнвер для игры родными для стартового замка войсками впоследствии стример под ником лекшев придумал играть этот шаблон одним героем что хорошо прожилось и работает по сегодняшний день отсутствие банков существ и часто используемых заклинаний позволяет по-другому взглянуть на нашу любимую игру заставляет искать нестандартные стратегические решения и дает новый интересный опыт девизом данных шаблонов можно считать фразу easy to start hard to master начать играть сможет человек совершенно без опыта игры в героев тем более что сейчас шаблон дуэль встроен в игру однако чтобы добиться easy to play hard to master только в оригинале ну easy to start кстати лучше отображает мысль успеха нужно хорошо понимать механику игры и регулярно практиковаться коснемся основных правил игры одним героем у вас только одна жизнь отступление или поражение в бою автоматически заканчивает для вас сыгром в игре против человека нельзя купить второго героя в таверне дульфингу и прогнозу не отсутствует на шаблоне существует правило пошли в теле попал бы при котором игрок контролирующий центральный замок и в чате улица точно лексика позволяет избежать слишком затянутых игр игры проводятся на таймере 21 015 для турнирных и большинства рейтинговых игр или на таймере 2 минута 31 для расслабленной или любительской игры рестарт 1 на первый день пока вступление все четко грамотно доступно о картинка из 5 героев кайф шаблон играется на выставленных размерах l плюс у или excel плюс у на размере excel плюс у вы можете использовать две двери измерений с экспертным воздухом дороги быстрые охрана сильные для любителей мореплавания существует джебус ауткаст 282 на островах чтобы сыграть в нее нужно выставить размер карты аж и вода острова по структуре шаблоны ауткаст и дуэль напоминает джебус кросс но есть ряд важных отличий во-первых увеличено число городов на стартовых зонах и в центре их по четыре на дуэли есть также города в дополнительных бункерах на шаблоне дуэль всегда есть все 10 типов городов во вторых большая часть коробок содержит родные для зоны войска все коробки на респе на армию и все коробки в центре кроме шести пандор на магию в песках на джебус ауткасте и двух на дуэли в подземных угловых бункерах в них могут быть почти любые юниты до 5 уровня на респе из 4 по 7 в центре на стартовой зоне запрещены коробки на вампир лордов и могучий горгон третьих изменена дипломатия в центре к армии присоединяется лишь 25 процентов отряда за полную стоимость в остальных зонах как обычно в хоте по 50 процентов кстати что касается главной охраны между зонами то она может быть заджойнена по правилам центра или респа в зависимости от удачи из особенности наполнения респа стоит отметить фиксированное количество финансовых объектов по три нога банка кладовых медуз и кладовых циклопов и по 5 гномников на уткасте 2 утопии драконов на респе на дуэли 1 это важно так как игра часто идет в отстройку далее коснемся ограничений в игре карта можем в салонку себя не стоит отметить замедление и хейст у аниме и резурект армагеддон взрыв все призывы и слепоту магию выше первого уровня из этого списка не получить практически никак кроме 200 все призывы а как же воздушки пущев которые будут рассмотрены далее а вот замедло и хейст можно если выбрать героя который стартует с этим заклинанием например жозефина с ускорением то же самое касается и недоступны это типа провод кастом нет воздушек принципе призов понял сори ну басик вторичных навыков из тех перков которые вы видите на экране можно получить любой кроме орла глаза и грамотности но только если взять героя с ним на старте например лорд хард тем более что без альтернативных героев на этих шаблонах просто нет и на уткасте и на дуэли за каждый город можно выделить по два а то и по три варианта для старта на замке это могут быть сорша или катерина со специализацией намечников тирис если любите лошадей кейтлин с интеллектом и прекрасная адалаида священники мальчатство но все же обычно кейтлин и адалаида это стартеры на дуэлим саша и катерина является по сути одним и тем же героем это стартер на джебу соуткаст за плот старту чаще всего за эриса с его разведкой также можно брать и нового для усиления стека грандов или шара есть любите очень много маны или тара грима с уникальной специализации на сопротивление магии башня имеет самый узкий пол героев но и тут есть альтернатива хочется пошутить про узкий пол но не будут он миром это астрал со свободным вторым слотом или выше упомянутой жезофиля с словом ускорением инферно предлагаете лошадей только война рожь на валяном их лузов мариуса нимуса и фионы и полезные навыки и свободный слот под вторичный навык здесь как говорится вопрос вкуса и звери кстати да не слава пробовать у фрикина осуждаю максимальный джун дэнер я думаю вообще сейчас пробиваю там фейс полу себе лицо как еще без батя у тиков отметим айдена с интеллектом из героев некромантов стоит отметить ведомину способна поднять море скелетов эйсен с ее метеориткой которая более уверенно пробивается в начале или тами q как отличного воина тем кто не может играть без масла подойдет сандра у которого но в книге со старта у дан же предпочитают домокона до сайдимера который правда забанен на дуэли иногда как стартер может выступать лорелей а вот цитадель как исключение может предложить лишь двух героев для выбора это с натяжкой основной вариант здесь сшилась ее специализации на птиц и разведкой иногда еще стартером может выступать саурок с ее помехами в первую очередь из-за того что у нее я сейчас кстати шутки шутками видел как-то партейку шамбика против фантома фантом польский игрок который на разных аккаунтах играет разные шаблоны и достаточно высоком уровне некоторых топовом уровне и короче он брал как-то фа фан сандро и естественно что это не показательно это не решает но сандра еще прикольный выбор но дэми на свою кручу то есть возможность получить воду которую шива не может получить и это позволяет снимать зыбучие пески телепортировать стек чудиков через динамер фантом на крепости два основных стартера бронхиль с утками или алкин с горгонами ведьм берут редко но если и берут то либо андро либо андриен который имеет экспертный огонь со старта и запрещенное заклинание инферно на сопряжении для уткаста выбираем манера для дуэли мага флабету или она и андрей это узнал ли цели либо фьюра причал же имеет одного из сильнейших мага в игре эвакция и двух прекрасных воинов и лора и джереми если выбрать на старте зелара то можно получить в свой арсенал запрещенное заклинание забывчивость как вы видите выбор героев а значит и стратегический путь очень широк поговорим о вторичных навыков для них давайте так моментики в прокачке так как многие перки удалены из древа прокачки их выбор и докач является важным запрещенные навыки можно поделить на три группы обязательные желательные и ситуативные обязательные воздух земля разведка их мы берем и докачиваем при первой возможности если со стихи здесь стоит все-таки говорится что ну то есть я согласен с тем что разведка мостка в навык но в теории без разведки можно играть просто но тир с навыки земля воздух ты без этих навыков в принципе не сможешь играть возможно на уткасти еще до в дуэли нет то есть это все выше их нельзя как мне кажется в одну кучу складывать это навыки которые вообще где-то отдельно стоят а вот за ними разведка это значит на топ-1 навык кеме все понятно то вот на разведке следует остановиться чуть подробнее навык ценится настолько что единственно специалисты в игре биатрис забанили на обоих вариантах шаблоном ведь чем больше клеток в обзоре тем больше вероятность найти важные коробки пандоры больше разведки больше нужных вещей ты детектишь во время путешествия по карте это плюс армия плюс статы плюс ключевые какие-то артефакты и так далее все тут разведки артефакты или объект желателями является дипломатия маги воды нападения и логистика эти навыки берутся почти всегда в 4 и 8 слот для усиления в поздней игре или финальной битве они не всегда отыгрываются но чаще приносят существенную пользу например магия воды дает массовую молитву единственные кроме кулака огра способ увеличить скорость юнитов финальной битве ситуативные навыки доспехи мудрость лидерство магия огня но опять же спорно что например нападение доспехи в разные категории относят у него же были до доспехи в том примере это так это и придираюсь уже тактика из здесь тоже вот из этих навыков например я бы половину выкинул то есть тактика вообще редко когда применяется стрельба может играть огонь ситуативно может играть но тоже не часто лидерство на сдачу обычно берут а доспехи навык вполне типа будут стрельба полезны в некоторых случаях тактика помогает лучше пробиваться через стрелковые блоки мудрость позволяет получить максимальную пользу от коробки на всю магию огонь полезен на финалках за счет усиления жертвой и массового берсерка далее поговорим об артефактах при дефе без воды на тактике водим чудиков это прикольное применение но такое редко увидишь тут согласен это скорее знаешь авангард она в какую слову степь это когда у тебя есть понимание твоей стратегии на победу и ты берешь тактику специально под какую-то маневру там под финалку как раз на ците тактика реально неплохо смотрится там не только чудики и птиц выставить там нужную клетку и полететь сразу про атаковать то есть такой раж чтобы прошел тут согласен но стени за циту наверное вообще нигде это не применяется вы видите запрещенный и на дуэли и на уткасте артефакты осуждаем большинство из них ценности не представляют кроме разумеется чайника он убран чтобы разнообразить варианты сборки предметов на финалке чтобы давать что раз он как это 8 смотрите смысл в том что есть навыки которые ты есть в целом набор навыков которые ты хочешь видеть но очередность выпадения и прокачки навыков тоже очень сильно решает в этом в этом речь теперь есть два основных варианта для финальной битвы первый дает много статов второе содержит стальной кулак огром который дает хейс жажду крови огни щит и контрудар обратите внимание что к нему желателен шар постоянства чтобы с вас не сняли все бафы с помощью экспертной магии воды и сфера бушующего огня для усиления урона заклинания огни щит статы полезнее на небольших армиях из-за серьезно показать ли сила заклинания кулак лучше показывает себя в лейте когда встречается мощной армии очень полезно также постараться собрать эликсир жизни но не совсем так на самом деле статы кулак естественно чем больше у тебя мясо армия лучше отыгрывается но за сказать что типа всегда в лайтухе кулак лучше то есть вот как сегодня была финалка например с павлом где мы оба были без кулака специфические опять же армии где на рахах лучше статы практически всегда смотрится потому что это твой основной ударный стыковый правил один и ты в него вкладываешься там статы решают есть ситуации когда статы побеждают кулак в лайтухе то есть уже более продвинутый уровень что понимание он прекрасен в любой сборке это актуально разумеется если вы играли за не на не крах или сопряжение дело в том что войны не крошу депотку дали не под кулак лоха подсоединяешь у вас можно получить мощь отца драконов очень сильный сборный артефакт середине грим который и прилично статов дает иммунитет ко всей ударной магии на этом шаблоне для облегчения отстройки на шаблон добавлены два сборника золотой гусь и рок изобилием рог дает по 5 редких экономических же факт у вас предоставляет 7000 золотых монет за это же время именно эти артефакты ник и на иван спасибо за собачку за подписки и кстати ребят сразу оговорюсь может может быть это не очевидно но то что я так выключаю и дополняет а я не придираюсь это я скорее обсуждаю дополняю какие-то мысли которые мне кажется важными чтобы было верное понимание приучивают к использованию биндов работают они так открываем окно героя выбираем нужные артефакты на день и жмем control плюс 1 далее выбираем ночной комплект с рогом и гусем и жмем control плюс 2 для быстрой смены и снятия предметов используем кнопки shift замена арта на доступной или alt снять артефакта в начале хода прожимаем кнопку 1 в конце соответственно 2 если закончился таймер но вы получили level up то нажимаете кнопку 2 это заменит комплект на ночной раз речь зашла о таймере перейдем к важным непосредственно для игры моментом как позитивные такие негативные так основные ресурсы таймер мувы мана цвет экономии при игре с таким сжатым запасом времени ход всегда нужно стараться продумывать заранее в идеале на ходу оппонента в легких боевках не стесняйтесь сжать q если уже понятно что битва выиграна без особых потерь если автобой выигрывает битву без потерь можно зайти в нее и секунд десять подумать что делать дальше сложные бои старайтесь всегда оставлять на конец хода отстройка лучше делать вначале когда все сделано скорее отдавайте ход кнопка е и продумывайте следующий центре таймер тратится особенно жестко много доборов и сложные бои по этим постарайтесь накопить его как можно больше также стоит использовать более короткие одновременные ходы на версии 2 82 1 3 5 на дуэль с какими ругайдера на страны выходит выходит этот база вещи тут неважный ммр героя кстати больше птс используется понятие вот вещи базовые рассказываются которые пока довольстви доступным языком все здорово то или 131 чем больше срок игры тем полезнее подумать во время хода оппонента важно не только скорость но еще и эффективность хода запас мувов очень желательно полностью использовать каждый ход ценен буквально каждому в поинт герой то всего один если есть промо с фортом в доступе очень полезно ставить конюшни ведь на карте их попросту нет полный монопол позволяет использовать заклинание ну блин опять неразбериха короче дуэль ауткаст ауткаст дуэль ну как нет конюшни на все есть дуэли конюшни контроля каждый день что ускоряет сбор армии статов полет две двери измерений и один портал в город иначе вообще прикольно что типа ребята пытаются это все совместить это правильно как мне кажется ну путаница от этого может быть только еще больше блин то анкара но можно по-разному оценивать ошибка не ошибка не знаю будут позитивные моменты от совмещения но все-таки скажем так дуэль это отказ но ауткаст это не дуэль это понятно на тех кто в теме и те люди которые играют только ауткаст они дуэль вроде то же самое но даже нихрена не то же самое низкий скотч не совсем горит на сравнении перегружена звучит на соглашусь ради ауткаст вышли из есть такой вред сетар чёвку этапе учимся таким образом ваш герой должен иметь минимум шестое знание при выходе в центр при завершении на красном помните что вас могут накрыть без маны поэтому на версии 2.82 часто идет торг за синий цвет на дуэли же партии короче и красный цвет как правило более ценится в особенности с ростом уровня игры также стоит отметить важность экономики на данных шаблонах игра идет в среднем три недели месяц поэтому префектуры себя точно окупают запасом если вы играете в отстройку следует задуматься о инвестициях муниципалитета капитолий ставится если есть предчувствие что игра закончится позже 211 обычно на четвертой неделе стоит отметить важны захвата лесопилки и рудникам на первой неделе так как стабильный приток этих ресурсов позволяет иметь выход на отстройку цитадели и замка в основных городах ноуткасте эти шахты еще нужно найти на дуэли они есть в бункере однако выделю что все зависит от стиля игры некоторые игроки полностью игнорируют экономику на старте игры и все усилия бросают на сбор коробок это более рискованная игра но такой подход дает гораздо больше темпа перейдем к основным различиям этих шаблонов я ну пока я достаточно грамотно повторюсь есть какие-то моменты которые можно придраться но глобально то всему скажи это турбача турбачи на месте некоторое время назад шаблон джебу соуткаст разделили на два типа обновили джебу соуткаст до 281 и вели так называемую дуэль это было сделано чтобы игроки имели выбор между более расслабленной казуальной игрой на джебу соуткасте и непрерывным турбо экшеном на дуэли поговорим о различиях между ними начнем со стартовых зон на первом старт происходит на поверхности в актуальной городами с фортом стартовой зоне также две деревни одна из которых зеркалит центр а другая случайно из контроля на респе можно найти только тп в святыне магической тайны или книги земли либо воздуха из утопии на дуэли старт подземелья с одним городом имеющим форт свитки дд полета и городских врат доступны сразу также в стартовом подземелье есть коробка на все доступные заклинания третьего уровням сады откровения на знания магические школы каменоломня лесопилка и золотая шашка в актуальной версии ее охрана всегда присоединяется без дипломатии в полном составе за деньги что дает почву для старта это родные юниты с 1 по 3 левел иногда 4 от ценности этой охраны для игрока обычно принимается решение о рестарте цена джойна от 2 до 7600 золотых монет о том кого стоит брать поговорим далее на поверхности находятся четыре города центральный который принадлежит фракции игрокам один город который отражает центральный другой который отражает фракцию противника и а чё ребята он сказал про этот про хижину провидции если нет то этот глазики как бы тоже решает город сопряжение разумеется который нужен для изучения магических навыков и продажи артефактов отличаются и смешные зоны на джебу соуткасте это стандартная респейс низкоуровневыми коробками на юнитах уже фишка на других шаловах очень редко главная ценность этих зон на и границы это главная охрана для дипломатии дело в том что главная охрана может находиться не на песке а на родной почве зоны это дает возможность присоединить 50 за полную стоимость а не 25 как в центре на дуэли вместо этих охран сплошной рельеф что конечно же не мешает ведь есть контроль стоит помнить о правиле универсального пробития перелетать в эти зоны можно только если побеждена одна главная охрана на своем респе выход на смежную зону на дуэли важная часть игры на ней находятся коробки на т-4 т-7 юнит так рекомендуем гайдзе инферно жил с уткаст опа 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 ребят смотри юнит кон кинг спб бонд и а милу высокоуровневые внешние жилища и дополнительные подземелья с коробкой на всю магию 1 это порядок ждать к нейтральных драконов и очень сильной охраной которую в поздней игре можно также присоединить перейдем к отличиям в магии и артефактам ноут касте есть антимагия и нет призыва воздушных элементалей но дуэли же призывы доступны поэтому разрешена сфера небесного сводом чтобы одной цепной молнии обычно убивать призванный отряд соперника и шляпа заклинателя чтобы получить призыв без удашли коробки на всю магию еще добавленные такие арты как кольцо забвения для противодействия жертве и воскрешения через клон архангелов и амулет бесстрастия который дает иммунитет заклинание берсерк из артефактов для перемещения по карте на 282 добавлены крылья и зеленые сапоги для облегчения сбора стартовых зон как раз об этой версии дальше поговорим более подробно начнем с выбора города для игры при игре с человеком случайным образом генерируется пара замков обычно есть возможность вычеркнуть один город из пары и дальнейшего выбора за 500 золотых монет это важный этап к примеру если вы плохо знаете причал или помните что оппонент силен на замке эти города можно отправить бан чаще всего на 282 черкот не кров а плот и башню когда пара сгенерирована начинается торг за право выбора города по мнению игроков сообщества сосредоточенный сидит такой примерный рейтинг выглядит вот так выграют 1 тира почти всегда играет в минусе за замок в паре с той же башни только может доходить до семи восьми тысяч золота castle ценят из-за таких сильных юнитов как искусные арбалетчики крестоносцы и естественно ангелы-архангелы очень серьезный бонус дают конюшни увеличение запаса хода на 400 мувпоинтов позволяет более активно собирать полезные объекты на респе и поэтому конюшни стараются всегда учить в началу второй недели фракция людей имеет обширные возможности выбора стратегий можно играть выход на морках фракция людей имеет очень но услышали если вне контекста это сон услышать этого короче пуг чё фракция людей как то есть то есть фракции людей в чате или одни орки до гоблины стоносцах для этого все внимание фокусируем на коробках пандора и ищем этих юнитов началу третьей недели можно получить по 200 арбалетчиков и 7 чего хватит для пробития нак минотавров черных рыцарей и других пешеходных главных охранных можно верно проглотить тут все просто скорее захватываем портала славы параллельно усиляемся по коробкам далее берем все склады циклопов и нагобанки на респе потом утопии на деньги желательно получить с них золотого гуся и рок изобилия концу четвертой недели на архак выходим центр искать оппонента часто комбинирует первый и второй вариант выходя на третьей неделе с ангелами а улучшение ставят уже после усиления в центре иногда играет о чемпионов плюсом этой стратегии является то что не нужны редкие ресурсы и внешние жилищ чемпионов как правило довольно достаточно минус том что финальный стек совсем не ультимативный из каждой недели теряет свою актуальность по итогу замок очень силен поэтому выкупается почти всегда сопряжение может поймать безумный темп за счет коробок имеет прекрасного стартера монра который при хорошем качи может иметь более 2000 мувов на третий день стоит отметить основных юнитов фракции на старте это воздушки или штормовые элементали ближе к выходу собирается обычно более 100 элементалей энергии есть возможность играть через элементалей магии которые в большом количестве очень тяжело контриться из-за отсутствия призыва стратегия за этот город проста как 2 рубля собираем как можно больше коробок до рейдимся выходим обычно выходим очень рано получаем усиление в центре и едем к соперникам именно из-за своей скорости возможности убить опыту разваливаем кабинет часто попадает в бан причал силен за счет бан нахуй дают и возможность очень быстро выйти с респа и вариант выхода в отстройку в лейд стек в 100 птиц что по дилерам что подаваться им отлично пробивает почти все охраны никса воинов очень тяжело убить с руки сален все правильно говорит салитар я ну он сейчас горит про ауткаст не сказать нечего уткаст я играл супер давно когда будет про дверку говорит туда ну вообще если абстрагироваться ну и понять что это базовая вещь а это действительно базовая вещь это плюс-минус это будет работать да в какие-то моменты человеку который в принципе слабо знаком с предметом это будет полезным а часто по-другому их и не убить так как на шаблоне есть антимаги также стоит отметить прекрасных т1 и т2 юнитов иногда даже можно увидеть выход на океанитах а стек матросов это всегда отличное мясо для жертвы не забываем и эуация по мнению многих сильнейшего мага в игре в итоге у города очень серьезные темповые возможности но также прекрасный лейд потенциал цитадель крепость некрополис инферно составляет 2 тир торги сильно зависит от пусто игроков обычно эти города играют в легкий плюс с первым тиром и в минус с третьим выкупаются города обычно не дороже 5000 но все очень условно цитадель отличается высокой пробивной мощью из-за сумасшедшего показателя атаки и быстрого экспертного нападения опорные юниты этого города это налетчики птицы грома и чудища в лейтгейме возможность поставить седых на третьей неделе делает этот город опасным соперником из минусов можно отметить хрупкость армии и отсутствие возможности получить магию воды и ушивы по ситуации возможно игра через огров магов хотя их стек обычно цвета себе флакса что надо на дуэли цвета слабее флакса по крайней мере в плане торга базового в ауткасте повторюсь я не играл 100 лет в ауткаст и возможно в 282 там другая расстановка сил но раньше старых версиях цвета была сильнее флакса цвета была вообще мы одним из топовым город из топовых городов наряду с каслом и болотом но это было миллион лет назвать сейчас возможно что-то поменялось на просто приятное дополнение к птицам и чудищем простая и дешевая отстройка легкий геймплей делает цитадель прекрасным замком для освоения джеба соуткаста крепость имеет двух хороших стартеров алкина и бронхильда быстрый выход виверн мощной коробки на ящеров и горгон очень быстрых ядовитых змей и высокий показатель защиты за этот город очень приятно брать в драконе утопе пожалуй самый независим за что болото был топ-топ короче болото топ коробки за исключением стрекоз то есть все низколовольные юниты под воинами разваливают кабинеты когда играли залкина там в быков еще выходили да и забрахили тоже нормально то есть тупо мясной классный замок у болота и указла лучшие коробки в плане мяса ну то есть в принципе своих не балансировать там как-то урезать если представить что у всех замков одинакове количество коробок то эти города будут впереди ну так было в ранних версиях от каста ищий от коробок пандоры город теории возможен выход на четвертой неделе совсем без коробок ведь в среднем мы будем иметь порядка 40 оплот нет наоборот оплот в ауткасте был аутсайдером оплот хорош сейчас дуэли только за счет того что там накидали коробок просто доядрение фене оплот дикий в плане коробок и там коробок в три раза больше примерно условно нежели на других городах к вибер монархов в минус города идет относительно сложная отстройка и вы сами что сейчас астарладдером уже никогда не будет кастить хэс ребят уже года два как закрылся старладдер хэс отдел не будем кастить никогда не говори никогда но маловероятно грейд горгон слабые магические включение микрополис один из самых противоречивых городов его обожают и ненавидят примерно в равной степени все из-за специфической стратегии игры через вампиров суть в том чтобы отстроить этих юнитов в двух цитаделях на первой неделе и найти хотя бы одну коробку на негрыжных вампиров так по сыгре ну понятно лакерок на стиге анване но просто под замком лежит коробка на пятна сложного ясно мы получаем 40 вампир лордов и стартует снежный ком ваш респаун собирается очень быстро утопа двоечка падает даже на 40 вампир лордов а на третьей неделе да если найти еще одну коробку падает уже и максим для взятия у топ нужно иметь статы атаки защиты на вашем герое хотя бы выше пяти больше лучше в идеале также не шаги у микерки крови утопы для подстраховки нужно брать стек из 50 ста скелетов или 50 70 зомби бою после получения первых ударов от золотых и черных драконов даем щит перемещаем стайк вампиров нижний левый угол следующим ходом даем камни кожи конечно если она есть или жажду крови атакуем стек в котором больше драконов также на вампирах хорошо бьются главной охраны исключение не крага титаны дьяволы и архи дьяволы циклопы и чародеи в итоге мы получаем ранний выход и возможность еще больше усилиться в цену от реально это реально луда кросс какой-то это же не дуэн типа чудо за армия на кастрюм на а вот если вы играли на воду коробку на вампиров то все уже не так радужно без пробивной мощи вампиров можно плотно застрять на респе доню быки ради души через лечей или черных рицари требует экономики ресурсов и много нычек этих существ отмечу еще сложность боевых в начале игры риск залиться у некромантов пожалуй самый высокий пока не наберется стек скелетов именно по причине рандомности и сложности управления этот город часто отправляется в бан но если закрепить игру на нем результаты вас с плюсом инфекции закрепляем игру на декре это мемчик же будете закрепление чё-то руб верно можно отнести сильных юнитов с т4 относительно простую отстройку и хороших героев главной особенностью замка является способность петлордов поднимать из мертвых союзников демонов это называется демонением как все это работает можно знакомиться конечно перчатки ползал для эффективного использования этой обилки на респе нужно две вещи хоть какой-то стек петлордов и остаток вашего игрового таймера на бой дается всего 15 секунд чтобы поднимать демонов нужно убить например стек своих магогов пока дойдут пока погибнут пока в битве победим пройдет в лучшем случае секунд 40 поэтому если собрались демонить нужно копить таймер с самого начали ну короче не совсем так это для новичков больше совет типа сильные игроки или хотя бы средние игроки уже умеют демонить за 15 секущей на издечек тут нужно немножко другой советовать магогов не сдавать в демонении а наоборот расстреливать тебе ты можешь сам искусственно ускорять убийство своих юнитов магоги для этого отлично подходит нужно слышу своих убивают в более уже такой мид игре и лыту ищут метеорку метеорка прям за 15 сек ты типа входишь бой кидаешь метеорку в свой ст который хочешь задемонить демонишь профит демонят сейчас дуэли вообще дико сначала для этой стратегии подходит только мариус так как она дает очень серьезный бонус итоговому стеку демонов на выходе с респе обычно дается собрать 100 150 демонов с учетом коробок после выхода в центр желательно иметь стек из 50 плюс питов они позволяют гарантированно превращать в демонов всех ненужных существ из коробок найденных в центральной зоне для максимальной эффективности желательно демонить коробки по одной финальной битве можно собрать 250 плюс демонов стоит отметить любые части эликсира жизни и тем более сам артефакт собранном виде усиляет эффективность демонения конечное число очень сильно зависит от умений игрокам если демонить не получается всегда можно играть через эфиритов разумеется в минусы города попадает сложность игры на нем а также слабость стартовой армии тир-3 города это данж оплоты башням игроки обычно старают к врачи выше чё там демонения вот судя на 6 вот это было демонения кстати больше уже демоляция судя то вообще там все было это их вычеркнуть или продать лучше мангрова зеленец имеет очень небольшой выбор стратегий основная из них это сбор и отстройками на тавров это дает хороший стек выходом но вся остальная армия часто удержусь к этому отступ тут не то чтобы легко тут больше на технике завязаны вот то есть понятно что игра упрощена и на первый план выходят ну немножко другие навыки то есть она легко в 1 в одном моменте да тяжело в другом тройками на тавров в двух городах требует довольно много ресурсов играть от стрелков виде медуз и глаз очень и темпово вы сможете качество датона строить черных драконов поэтому оппоненты знает чего от вас ждать конечно можно поймать очень сильный темп за счет коробок на минотавров рано выйти и зарашить оппонента для этого лучше всего подходит диммер по итогу имеем тяжелый пример ориентированный на быструю игру слабость оплота в современных реалиях более спорным последнем обновлении этот город получил увеличение количества коробок пандоры на стартовой зоне это позволяет при удачном раскладе собрать 100 плюс пегаса в началу третьей недели именно эти вот помните я про плот говорил что он был супер самым вот я не знаю в 282 может быть это повиняли наверняка поменяли там оплотнуть и потом меняется сила замков поэтому не тяжело что-то оценивать в старом аут кастя под был аутсайдер например ацита был оплот юниты вместе с великими эльфами является костяком армии данного замка это и есть пожалуй главный минус оплота юниты оплота довольно ватные по стрелкам всегда прилетает в утопии драконов есть теоретическая возможность игры в голдов на рейтинге до 100 150 птс есть шанс собрать ультимативный стек голдов но все равно скорее всего к этому моменту оппонент уже придет к вам нарез поэтому обычно на старт берут аэриса стараться собрать как можно больше пегасов и эльфов и как можно быстрее выйти в центр где разменять этих юнитов на т6 т7 из коробок очень облегчает игру заклинания силовое поле по итогу скажу что в паре с оплотом совсем не обязательно стараться купить другой замок во что бы то ни стало например в паре с инферно все чаще дают предпочтение эльфам и наконец башня серьезный минус этого города это цена строительства если по золоту еще терпимо так как мы обычно стартуем в плюсе то поиск самоцветов и кристаллов на джинов становится проблемой если не сдает близких легких ламп то усложняется еще и боевки на самом старте брать с собой големов предпочитает не все ведь они тормозят даже за финну на почти голых гремлинах тяжело бывает доехать до своего второго города стрелковые блоки если у салмира закончилась мана также представляет проблему вроде бы все совсем плохо но вот если найти хотя бы две-три лампы и поставить джинов в двух городах мы получим очень мощное усиление темпа на втором неделе и тогда понять есть два вылетают нашего отыгрыша либо собираем стек джинов и выходим на них в центре в поисках дальнейшего усиления либо тоже собираем стек джинов но берем жилища гигантов утопы и стром титанов во втором отыгрыше очень помогает зону и рук забили перейдем к основным моментам на старте игры так основные цели на старте игры тайминге ход короче по вот этой части могу сказать опять же много инфы базовой да вроде все плюс минус ровно пока пока на джебу соутказ 282 первый вопрос который стоит перед игроком это куда мы скачем есть два пути более стандартные это направиться к родному городу за усилением армии этот вариант облегчает дальнейшие пробивки второй путь слежит к нейтральной деревне это даст больше разведки и чуть более сильную экономику выбор между направлениями зависит от дорожной развязки блоков и расположения важных объектов чем важно заниматься на первой неделе разумеется коробками за слабыми охранами который охраняет т1 и т2 или мало т3 разбираемся обычно ваши юниты похожих тиров например при игре за данж мы видим одинокую коробку за 10 19 армии гудыш здорово я мы получать смотрим гайд учимся катать также важны внешние жилища опорно ауткастик например правом поляны верно либо гнездом шла за пошла деле обращаем внимание на лесопилки и рудники недалеко от дороги город это 2 и вести строительство на что-то нужно если вы не видите ничего из вышеперечисленного смело берите restart помните что красный игрок пишет решение о рестарте первым когда сдача заиграна выбираем направление и по возможности искупив стартовую армию движемся либо к своему городу либо к деревне вопроса не ботит он у нас строить городах на самом деле слишком много зависит от того 1 шоке вы шахты или кучки нужных ресурсов или нет выделим приоритет на фоне можно скорее нужно обзавестись префектурами если есть дерево и окно в днях постройки ставим рынке кузница и гильдия магии если не нужны в деревне отстройки ждут 2 недели второе жилище существ на первых днях мы принимаем решение через каких юнитов мы будем играть вот этих существ нам желательно построить замки например выйти в джинов в двух городах за башню довольно большая удача а поставить w вверен в крепости необходимый стандарт если остается день отстройки есть руда и золото обязательно ставьте цитадели первую неделю можно считать успешной если взята стартовая коробка а лучше несколько отстроены опорные юниты хотя бы в одном городе захвачена лесопилка и рудник взята хотя бы одна нычка важного существа на второй неделе продолжаем разведку респа и сбор коробок начинаю собирать финансовые объекты на скобку будущего прироста не забываем о нычках важных для нас существ записали блять чё-то я столько наду игры не успеваю сделать ну вас получится продолжаем отстройку нужных существ при возможности ставим муниципалитеты если удается отстроить замки то это просто замечательно 131 желательно приехать записал и улучшение своей армии третья неделя ставит перед выбором пытаясь о том что есть либо усиливаться дальше все зависит от конкретной ситуации к примеру вы на плоти она гопит лорды у вас из основы 110 эльпов и 60 пегасов есть прикрытие из гномов и немного зеревях большая часть игроков предпочтет выходить в целью и сейчас правильное будет решение или нет покажет только игра при выходе нужно понимать что охрана в центре гораздо сильнее чем на стартовой зоне что важно учитывать перед пробитим гон первое это ваш как ловить мышку первичные характеристики тут все просто чем больше тем лучше второе это прокачка необходимых навыков всегда лучше перед выходом центра доводить либо магию земли либо магию воздуха до экспертной ступени третье это состав вашей армии если вы выходите со слабой армии будет сложно усиливаться за счет центральных коробок и даже если вы займете центр то удерживать его против оппонента который вышел позже но имеет более сильную армию будет практически невозможно четвертое магия очень здорово вывозить с респа книгу воздуха или земли или выучить ударную магию в сфаге отвлекся на котиков если вы чувствуете уверенность хотя бы по двум пунктам из четырех можно планировать выход возможно не будет ошибкой и остаться на респенку прощаемся мы в том случае если имеем возможность добрать условия драконов и построить или улучшить т7 юнитов отличным считается выход с 1 3 2 по 1 3 5 хорошим с 1 3 6 по 1 4 2 нормальным с 1 4 3 по 1 4 6 если выходить через попозже то можно проиграть даже имея 20 плюс улучшенных т7 юнитов так чат записали потом спрашивать буду отложили ручки разминку делаем дыхательные процедуры так ауткаст сбор центра поиск контроля диплом работаем дальше после пробития главной охраны наши приоритеты выставляются примерно так поиск контроля и свитков если нет кэзэ и квм либо подожди а он еще горит на третьей неделе на уткасте выходит на уткасте выходит на третьей неделе ну наверно да пример атак сморч поиск этих ник в утопии драконов все свитки заклинаний в центре содержит либо флай либо телепорт либо дверь измерений чем раньше появился контроль тем разумеется проще набирать мощь через коробки также появляется возможность купить прирост через городской телепорт помните о штрафе за передвижение по песку в начале хода полет используется практически всегда в качестве замены полеты подадут крылья или зеленые сапоги взятие городов как опорных точек сначала берется город у выхода со стартовой зоны чтобы можно было если что в него вернуться и добрать артефакты и коробки возле него далее 5 цветков полет контроль позволит как и проводить агрессию в стойную оппонента так и суждаем агрессию вокруг замка здесь как раз и начинается добрая полезности фактов это меч щит ботинки и шея на плюс ко всем первичным характеристикам латы титаном если играем через статы либо составляющие стального кулака огран шар постоянства и сфера бушующего огня всегда будет полезна книга воды эликсир жизни шлем небесного грома рог изобилия и золотой гусь усиление армии через коробки пандоры здесь запоздали может затянуть и мурную моё так чат посмотрите все вы тимура судить его что прерывает нашу продолжаем важный момент если вы видите коробку на всю магию а у вас нет мудрости она вас разумеется интересовать не должна так у коробки пакет шли без нагрузки на большом титона примеру одинокую коробку на улучшенных т-7 будут охранять 8 арки дьяволов а коробка на всю магию примерно 29 поиск библиотек просвещения арен и колизеев магов каждый стат может решить колизеев магов всегда берут силы заклинания на аренах большинство игроков предпочитает усилять атаку если мы не решаем сразу идти в атаку можно подумать над отстройкой центрального города и захвату жилищ т-7 юнитов или заняться дипломатии если таковая есть это навык не слишком высоко цене против 282 из-за него качащие доспехи на сути и дипломатии нам интересны только главных храней которые стоят на почве своих стартовых зон чтобы это понять используем заклинание видения если в окне указано 50 процентов у нас достаточно золото и отряд нам подходит то это отличный повод применить талант дипломата всегда хорошие джойны это прилипсы и архангелы можно покупать даже в центре где напомню присоединяется только 25 процентов от стека за полную стоимость важно понимать что для отстройки и дипломатии нужно время и оппонент не должен вам угрожать как это понять не обожали чар воздуха экспертной ступени чтобы контролировать где ваш собесить просмотр используется каждый ход в начале хода зависимости от положения счета другого цвета на карте мы принимаем решение что делать идти в атаку защищать центр отъедать часть центра другого игрока либо дело т.п. в главный замок на респе в конце хода также мониторим количество первичных характеристик и силу армии королевства чрестомерным быстро открыть ее можно клавишей g когда мы видим преимущество по статам уверены в своей армии и магии имеем достаточный запас маны можно планировать нападение если оппонент еще на респе можно начинать забирать его города главную охрану его респа бить не нужно так как действует правило универсального пробития долго бегать по респу у него не выйдет в конце концов вы навяжете ему финальную битву непосредственно перед нападением проверьте оптимальность надетых артефактов если брали коробку на всю магию замените книги на артефакты на минус мораль или мин с удачу проверьте наличие шара постоянства если нападаете с кулаком бога и так далее сложнее ситуация когда вы играете от отставания и охотиться уже за вами здесь главное стараться всегда ночевать в городе который не будет страшно жили что-либо не добавить за того ходил всю эту долгу без маны и не забывайте про просмотр чтобы к вам не подкрались незамет перейдем к финальным битвам большая часть финальных еще расскажет как убежать альным и решение нужно принимать по ситуации в этом видео мы отметим важные факторы которые стоит учитывать во время битвы и самые полезные заклятия важнейшим фактором является первая шарупа справа возле юнит нашлось поидает сумму владельцу право первым использовать заклинания также первыми накладываются эффекты сборных артефактов что очень важно для владельцев стального кулака ограм второй момент который следует учитывать эта разница в статах атаки и защиты героев если вы сильно уступаете по боевым характеристикам открытого и у вас нужно стараться ослабить соперника маги 3 момент это наличие навыка тактики она позволяет добраться до противника в первом раунде без использования молитвы или закрыть свой ударный стеки если в рыб ждете вы четвертый момент это мораль если у вашей армии отрицательный показатель боевого духа и вы решили дать заклинание после ожидания определенным юнитом то существует шанс пропуска хода и потери возможности колдовать соответственно поговорим о самых полезных заклинаниях самый частый вариант стартовой магии это цепная молния это самая сильно из доступных ударных заклинаний при наличии силы магии выше 30 может полностью нейтрализовать один из ударных стеков противодействует ей и заклинания защиты от воздуха которая режет урон на 75 процентов если ваша сила магии значительно ниже чем оппонента это хорошая развалил дульфе боя на данном молитва также подходит чтобы открыть финальный поединок плюс 4 кста там а главное к скорости прекрасно подходит если у вас есть преимущество машине почти на ней с кулаком огра и высокой моралью работает еще лучше антимагия на шаблоне outcast 282 она присутствует а вот на дуэли нет дает возможность защитить главный стек или первую скорость также прекрасно грызера комментировал одно из самых мощных заклинаний если вы проигрываете по счету армии так как защиты видео кулона бесстрастия на шаблоне нет то массовый берс который цепляет хотя бы два основных стека противника это очень сильным часто используют для перехвата первой скорости если вы видите что ваш оппонент не дал заклинания и у него в очереди хорок остался один отряд используйте берсерк и лишите его каста гипноз используется когда в самом быстром отряде противника осталось мало юнитов это заклинание дает вам контроль над этим отрядом и соответственно первую скорость снятия заклинаний используется в чате пивозавр надетым на себя шаром если у вас его нет а у противника есть то вы просто снимите заклинания со своих юнитов когда и у вас и у противника есть шар анти диспела то при использовании снятия появится сообщение о том что заклинание не подействует ни на кого случае рассеянности противника экипировки на себя кулака без шара экспертное снятие заклинаний простит вам игру заклятие клона эффективно либо у эвация либо в сочетании со стеком архов клонирование архангелов это крайне мощный мув который позволяет использовать их резурект либо на сам стек архов либо на другие ударные стеки также можно использовать для нанесения урона без вреда для основного стека жертва второй способ воскресить павших воинов требует наличия большого стека для использования заклинаниям как пример наши архи дьяволы погибли но у нас остался стек питов кликом на труп дьяволов далее на стек питов и получаем своих архи дьяволов назад на поле боя экспертная магия огня усиливая действия бешенство заклятие финишер которая очень сильно увеличивает урон одного стеком переводя защиту в атаку помогает за один удар убить последний стек противника также иногда использую такие бафы как щит камня кожа благословление и жажда крови метеоритный дождь используется ситуативно также как и оба вида молний когда нужно закрыть стек стрелков применяет силовое поле иногда бывают полезны забучие пески в особенности против никсов или горгон экспертный телепорт может быть полезен при осаде чтобы убить быстрые денежки противника можно использовать волну смерти так теперь рассмотрим разницу в геймплей разница много инфы наваливает в фаворде как грамотный плюс-минус а побеждать как еще буду рассказывать я дух это понятно как без духа ты тут духа тайма в тоже время рассказывается руки-то базовые полезные вещи которые будут применим применимы новичками в каких-то моментах это правильно плей между 282 и дуэлью самое важное это наличие свитков телепорта двери измерений и полета в подземной зоне на старте из-за этого в начале почти всегда предпочитает брать героев магов исключение цитадель инферно где все же берут шиву или март на болото меняется и цены замков замок и причал от братана болото дунжик так это вот сейчас каран карабу даже ванкара за дуэль там отвечал смысле воина берут указы циту из-за не порядок сейчас обдель будем ребята раза разъебывать остаются также сильным в отличие от 282 для старта на эти городах берут аделаиду и овация соответственно отлично показывать себя на этом шаблоне оплот из-за прекрасного стартера айриса огненный коробок на пегасов и эльфов и возможности очень быстро выйти в центр с помощью стратки на силовом поле болото хоть и не попала в первый тир довольно высоко ценится игроками быстро отстройка виверн разведку у бронхильда и сильной коробки на ящеров и горгон делают этот город особенно опасным инферно имеет хорошую перспективу на позднюю игру так как в умелых руках может собрать сумасшедший стек демонов более 1000 штук хорошо показывают себя и эфриты главный минус города сложность управления и большая нужда в таймере из третьего тира поднимается башни за хорошей пробивной силы салмира мощного стека джинов и очень сильных поздней игре титанов также очень цены железные големы их легко собрать более 100 штук они не умирает от магии хорошо терпят это дает возможность башни выигрывать финальной битвы за счет призывов и хорошей цепной молнии в третий тир попадает сопряжение из-за пониженной ценности логистики с наличием контроля разумеется а также плохими перспективами на лэйт игру почти всегда вместо мы так стопа он инферно оценил выше мудро на старте берут магов лабету или анаина конечно же из-за наличия стихий однако боевые статы 0 0 затрудняют боевки на старте игры темница из-за бана диммера как идеального мага остается в третьем тире пока для старта предпочитают домокона со свободной базой также лорды не могут получить магию воды а значит и экспертную молитву и телепорт за стены города как альтернативу видел пробы малекита но волшебство без ударной магии к сожалению очень долго не дает никаких плюсов цитадель довольно сильно страдает из-за низкого знания своего главного героя шивы более быстрое время выхода с респани всегда дает улучшить чудищ похожие сложности по прокачке как и у данжем варвары тоже не могут брать воду но шанс получить воздух более высокий чем у домокона также хрупкая армия на старте и нулевая защита плохой стрелковый стрек ограничить возможности в начале игры самым некомфортным для игры городом по результату опроса игроков признан некрополис огромная зависимость от вампир лордов если не выпала коробка на 20 вампиров или нет возможности собрать 10 кристаллов и 10 самосветов на улучшение можно надолго застрять на стартовой зоне как мы помним охрана золотой шахты подземелья всегда присоединяется за деньги если вам выпали живые мертвецы на этой охране считаете что стартуете без этого бонуса это джон мало того что самый дорогой но и самый бесполезный в игре шаблон конечно построен так что любой город может победить но в парах с некрополисом его почти всегда продают стоит отметить что обычно перегенерацию пара перед стартом торгов можно взять только за 500 ну кстати осуждаю хит папашек согласен нормальный зомбаки да они дорогие но такое паникру короче не соглашусь ну тут такое это придирки так то более-менее тоже складно все раз рассказывает заводной апельсин но некр точно не самый слабый город и не самый неприятный как мечками так что ты делаешь эти все нужен этот джойн зомбаки и живые мертвецы и ходячие мертвецы они лучше чем тряпки например потому что это типа мясо которое пробивает тебе условно мишку вампиров набирание дерева или какую-то коробку монет поэтому баны более редким черку чаще всего некрополис как самый слабый или замок как самый сильный в начале игры завладеть свитками контроля приоритетная задача если они расположены неудобно как город считаешь самым неприятным нет цвета не нравится в этой дуэли но это чисто мои личные отношения с этим городом цвета мне еще не заходит на то игроки часто берут рестарт вторая задача оценить отряд на охране золотой шахты это гостяк нашей будущей армии если отряд медленный слабый или дорогой также можно рассмотреть рестарт очень большое влияние имеет навык использования контроля и расчета хода так чтобы он завершился пополнением маны еще очень полезно собрать все повышалки на знания которые есть в бункере выезжать из бункера мы стараемся с полной маной захваченными шахтами и приджойными отрядами в начале четвертого край пятого дня меняется приоритеты постройки префектурой можно пренебречь а вот гильдия магов обязательно для восполнения маны на поверхность до новичка некрасовый слабый замок но опять же не соглашусь если не знать ну типа тонкости если не трениться если в принципе ну просто сесть играть то да возможно невозможно точно но если потратить хотя бы чуть-чуть времени и ну то есть стримаешь смотрят уже новички видят как катают вампирами вампирами играть не тяжело то есть там естественно есть нюансы естественно нужно наиграть какое-то время чтобы управлять эффективно этим отрядом получать этих вампиров и так далее но если ты разберешься вообще не сложно все главное взять родном другая сложность там сложность уже такая более глобальная стратегия но это зависит от того с каким игроком какого уровня ты играешь то есть там сложен переход из то есть вампиры у тебя есть вампирами драться не сложно как из этого сделать уже эффективную армию перейти в мид и в лейтгейм какую армию там вампиров то будешь собирать а туда то есть там нужно шарить но и центральный город на респек 116 117 чтобы поставить там определенного ключевого юнита по прокачке важны магия воздуха до экспертного и земли до продвинутого уровня для того чтобы мы могли таргета прожимать дорожков на рода даро цито и ферна самые сложные понимание ну опять же это субъективно им душ самый жопа ну душ не тоже скилл уха нужно хотя бы минимально но вот сытка инферна посложнее спорт пока эти навыки не развиты до этого уровня использование контроля будет не таким эффективным иногда ради этого берется сопряжение особенно если она рядом с выходом из подземелья города этого типа генерируются обычно как показаны на картинке со второй неделе начинается похоже на уткаст игра приоритете также коробки и нычки опорных юнитов но здесь одно важное отличие мы не зависим от рельефа а значит быстрее собираем рез важно ночевать либо в городе из гильдии магов либо рядом с колодцем потому что dd используется каждый день также как и телепорт домой помним о таймере продумываем уход заранее время выхода с респа на этом шабло не раньше во первых без учета рельефа можно собрать более сильную армию с коробок во вторых контроль дает возможность бить либо ближайшая либо самое удобное для пробития гон обычно на 131 скупать армии с родных городов и выходят на 1321 3 4 если вы выходите раньше третьей недели это можно считать серьезным успехом далее можно уйти на сайт рез наращивать мощь или на сленге машница либо скорее бежать захватывать центр алгоритм действий похож усиливаемся за счет коробок в которых во всех армян собираем статы и утопили до шарупа когда накопится достаточное количество денег что-то я на жадном деблить из-за того что сайт респы здесь это мини сокровищница охрана там сильнее и поэтому дипломатии на дуэли навык обязательных получения в 4 помню эту партию то еще топчик дульфи там разносил 4 8 слот некоторые берут раньше но это вопрос спорный потому что можно запороть кач земли и воздуха а это самое важное отдельно на подземелье бункер на смежной зоне он мощно охраняем вашу душу душу хочет присоединиться скорее всего это стоит сделать вторую охрану врат можно прилететь либо перепрыгнуть и потом также присоединить в этом бункере есть город коробка на всю магию не забываем также что для ее изучение нужна экспертная мудрость и коробки на высокоуровневых существ за сильной охраной если коробка на армию то там с большей долей вероятности будет лазурный дракон финальной битве основное отличие это наличие призыва воздуха обычно стараются дать призыв после ожидания в завершении раунда желательно на стеке с первой скоростью и в следующем раунде сразу дать защиту от воздуха для того чтобы это не было ультимативным оружием добавлена сфера небесного свода вас хэвный артефакт на финал также из-за наличия брелка бесстрастия мощность берсерка снижена чтобы понять если этот артефакт наведите на отряд противника заклинания масса берсерка если вокруг отряда не отображается силуэт то заглянание не подействует также есть кольцо забвения которое не дает оппоненту использовать жертву итоги субъективно процесс игры на дуэли более напряженный быстрый не прощает ошибки требует четкого тайм-менеджмента и более глубокого понимания игры если вы совсем новичок на шаблонах для одного героя советом начинать с 282 выходить на дуэль после получения определенного опыта пвп закрепления розыгрыша раздушка здорово спасибо за самый живут против компьютера они нужды лишь на вас боевых понимать где стоит рискнуть а где можно изолиться определять за какими охранами стоит бить коробки а какие можно и пропустить попробовать разные варианты отстройки также как и в других киберспортивных дисциплинах крайне рекомендуется к просмотру игры топовых игроков в данный момент вы видите их неким ссылки на их канал запоминаем записываем чат 4 месяца и так смотрите шарупа шамбик ю курах xd лекция в глюхаммер гонгвейзи avancar wicked антиквар гейминг запомнили записали а я ставлю в описании паре добрый день а вот и аванкар так что будем фарида душить все скип лас часть приз да конечно устали буд очень рад что ты принял участие в этом ролике спасибо тебе большое за помощь подготовки сразу же хоть я не буду души просить что ты расскажи для тех что-то 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 возможно тебе не знают о том какой непосредственно ты имеешь отношение к этим шаблоном привет привет мать спасибо большое что позвал я просто очень люблю в первую очередь и шаблоны джебуса утка с дуэль но также являюсь одним из организаторов двух крупнейших турниров по утка стоит дуэли просто комментирую на эти же турниры не смогу на ролик обязательно скинем стримы ничего особенного расскажи пожалуйста почему ты начал играть в эти шаблоны и не знаю чем они вообще в принципе тебя привлекают по сравнению с другими ну вообщем много читаешь и ставьте лайкос и пишите комменты в первую очередь то что меня зацепило вот кости дуэли это именно его динамика много-много есть таких приятных моментов хороших аспектов много есть минусов но первую очередь мне больше всего импонирует его динамика я даже такой вот маленьких маленькую историю расскажу что играть другие шаблоны все думаю ну наверно может и переросты шаблон это случайно зашел поиграть с твориной дуэльки сыграл это за пять или шесть часов пять игр с финалками все разные все увлекательные вот за тот короткий момент времени ту насыщенность эмоций которые получил тут вот тот кайф грубо говоря просто какая-то кайфану с эмоций боже не все таки дуэль для меня жива утка для меня жив я хочу снова играть и вот сматерился и турнир новый сделал то есть снова загорелся этим шагом котейка искусство такие а чё так можно было а я тогда планировала да планировал просто кроссик сыграть расскажи пожалуйста немного о таймере почему он такой маленький вообще зачем это нужно неужели изначально шаблон был создан для того чтобы у игрока специально горела чтобы он тиртовал с того что он что-то не успевает вообще в чем смысл такого маленького таймера какие возможно аспекты хотели затронуть создатели лона когда устанавливали такие ограничения по времени смотри еще один аспект а вот кастов и дуэли которые мне очень сильно нравится это его турнирный потенциал то есть так как все-таки современные игры они редко длятся по 6 7 8 часов то для героев 3 мне кажется у дуэли ауткастов самое перспективное перспективное будущее так вот именно таймер на самом деле это ресурс это вот часть составляющая скилла которая вот определяет игрока который больше сыграл который лучше играть лучше понять то есть таймер короткий для того чтобы игрок который больше наиграл дуэли который больше наиграл игр который лучше понимает что делать и принимает быстрее решения он чаще побеждал то есть да это вот я бы так сказал некая корректирующая нивелирующий корректирующий нивелирующий аспект игры для более скилла игрока то есть да таймер ресурс таймер часть скилла ты часто для того чтобы ускорить свою игру для того чтобы работать над своей игрой учишь все бинды и все кнопочки которые есть героях все возможности забиндить набор артефактов все это переключаешь ты тебе есть над чем работать да там я узнавал такие вещи то что колесиком там рынок в рынке можно трейдиться что у каждого там рынка у таверны у книги есть буквы но понятно это для кого-то банальная вещь но тем не менее каждый раз ты понимаешь что чувствуешь как это влияет на твою игру ты развиваешься и в этом кайф таймера но но я бы также сказал что не стоит на этом и равняться если вы новичок или средний игрок или даже просто игрок опытный то таймер это лишь условность это турнирный таймер тот который ты говоришь который все не успевают но просто играть в обе особенно до 300 рейтинга я всегда рекомендую на чего вам таймере он есть на официальном сайте шаблона создателя шаблона мпс а 2 1 1 или 2 2 1 31 то есть там немножко более проще комфортнее расскажи пожалуйста какой будет игровой опыт норма тебе дает и нормально ванкар видишь немножко волнуется нам здравую вещь все четко смотрим дальше на этом там белый корзава занимаешь тут такой момент что мы отметили динамику да то что шаблон играется быстро два слова еще по поводу таймера таймера естественно это то чего боятся многие игроки в дуэли вот касте тоже но меньше степени то что реально меньше напряга меньше turbo play of вот а таймер создает такое поле ситуацию когда ты вынужден шевелиться то есть вынужден максимально быстро принимать решение продумывать свои ходы заранее динамику таймер делает игру более ну конкретно таймер дуэльный дуэль не прощает ошибок невнимательности вот таймер заставляет поддерживать концентрацию на протяжении всей партии вот и это действительно является просто важной частью героев конкретно дуэли а вообще чуть ли не самые важные потому что все под это подтачиваться это очень они любят как раз игроки которые не играют one hero шаблоны до них это их это отталкивает вот вызывает недопонимание но ничего это как грится тоже вкус и цвет я вот игрок тоже точно не самый быстрый если вспомните мне постоянно не хватает таймера там на обычных шаблонах 8 героев ничего ничего страшного кота его на дуэльках и даже что-то получается где-то так далее да за это приходится платить некоторыми аспектами игры во первых ты играешь только одним героем во вторых какая-то часть скиллов урезаны какие-то вот момент нельзя отступить нельзя сдаться финалка всегда одна но ты получаешь для тебя раскрываются многие новые геймплейные аспекты то есть практически каждая игра она с финалкой практически каждая игра это развитие от начала до конца очень часто ты используешь какие-то другие скиллы используя других юнитов я вот честно скажу что когда вот я только пришел вот косла после того самого джабу скросс который рекомендует начинать я настолько вот кайфовал от того что я теперь наконец там дерусь разными юнитами каждый юнит для меня вас раскрылся по особенному там где-то 100 воздушек где-то там мантику ракотики где-то там у каждого юнита почти у каждой не тыска это своя бил касая способность и в ваут касте ты практически всегда на игра там хотя бы игр 50 ты все их прочувствуешь все фишки поймешь это не только для от каста работает но просто тут ты чаще финалишься чаще играешь используя скиллы это первое и больше вариативность для тебя есть юнитов даже знаешь еще отмечу некий некоторый нюанс помню как-то рассказ одного сильнейших игроков лобби да который играет все все шаблоны которые немножко зуба ребят по поводу таймера еще типа есть ошибочное мнение что все завязано на пэме решает на пэму он в голове ну то есть принятие решений важнее быстроты клика если ты в голове ну то есть у тебя нет проседаний в плане того что тебе сделать ты понимаешь свой условно путь как сделать один ход за ним следующий так далее ты и кликать будешь относительно быстро то есть не только бездумно это многие реально не понимаю это действительно считать что просто тупое ну типа нажатие на кнопку будет тебя делать супер игроков нет не сделает попробуйте поиграть будет более понятно естественно когда уже уровень понимания игры выходит на какой-то качественный уровень там решается в том числе и скорость клика но все равно основная тема это то то как ты в моменте понимаешь что тебе делать пальчики это уже вторично топ топ-2 сейчас лобби рейтинг этого киев он играл против дарки пеги тоже и не не вот каст и там была такая как это феноменальная финалка где пега все возможные скиллы там и гипноз и клоны и телепорты использовал что даже его оппонент удивился вот пега так с легкой гордостью заявил что это вот ауткаст его научил нестандартно финалица использовать те скиллы которые обычно хорошие альтернатива всегда лучше энергии шаблона присутствует вот такого-то геймплейный опыт который помогает просто лучше понимать чувствовать герои с вас на скорость отстройки замки вообще топ опять же я вот немного поиграл еще но это однозначно круто для дуэля вообще супер контент по себе шанс бара торчу за это не понимает о чем речь сейчас раньше был такой ну длительный отклик после постройки в замке то есть там проходила какая-то секунда ну и это замедляло то есть тебе нужно за один день сделать несколько построек в разных замках ты на это тратил большое количество таймера сейчас это время отклика ускорено если правильно выражать но по идее так это должно назваться и это очень качественно выражается на современной дуэли вот кстати мы сейчас с тобой за финалки вообще темы подняли ты знаешь относительно недавно я беседовал с одним дуэлистом под ником ошка наверняка тебе известным и в какой-то момент мы с ним заговорили на тему того что похоже что на ауткасте либо дуэли финалки действительно интереснее чем на кроссе почему потому что на кроссе что ангелы утки и циклопы она других шаблонах да вот на дуэли либо на уткасте там все таки как правило финалится по большей части родными войсками и плюс там есть возможность установки разных сетов тот же кулак укра возможно там еще какие-то другие сеты какие-то шары анти-диспел там кулоны анти-берсы и вот это все очень важно это все вносит огромный потенциал именно в разнообразие этих финалок и в их зрелищность скажи как ты считаешь действительно ли для зрителей финалки на дуэли либо на уткасте интереснее чем на кроссе ну я бы так сказал на самом деле каждый шаблон финалки на кроссе а чё там такое бывает к по кипу по-своему хорош нет такого что один где-то лучше один где-то хуже и так далее то все субъективно просто дайк ты отметил на героя субъективно джебус кросс часть чаще играется против карты естественно там взаимодействие взаимодействие и от игры что действует оппонента тоже присутствует но 90 процентов на вскидку происходящего это игра против карты и ну минимум процентов уже против оппонента множество игр вообще никак ну нет pvp составляющей в дуэли при всем при всей ее упрощенности и повторяющимся геймплее игры в игру именно pvp составляющая однозначно очень важна ты не имеешь права играть просто ну условно представьте чтобы в дуэли без просмотра воздуха играли бы игроки the cool story боб тебя убьют там через два дня как ты подставишься там не знание то в песочке такой ой мы же играем там на меня не будут нападать ну то есть стратегическое перемещение и расположение героев по карте понимание когда тебя накроют где ты можешь быть в безопасности когда ты не может быть в безопасности понимаете даже не про финалки речь а про финалки ну понятное дело что финалки в дуэли гораздо чаще играются нежели на условном кроссе но в кроссе есть взаимодействием типа второстепенных героев альтов то есть не финальная битва ну такие есть кроссы тоже не думайте интересные с большим количеством финала чек с войнами на блашков и так далее но далеко не всегда шаблона с одним героем ты собираешь обычно родные стеки ли там стеки с центра это чаще всего там редко это будут утки тем более не грейжные ли циклопы то есть это почти все это 7 юниты почти все это 6 юниты и финалки они более конечно комплексные и самое главное ну они банально чаще случаются они есть чуть попроще немножко геймплей проще и встретиться где-то в центре или любой другой плоскости вероятность выше поэтому ты просто получаешь больше опыта именно финалов первую очередь и да они бывают разнообразные просто потому что это вот явно ультимативные заклинания изъято призыв земли взрыв резурект которые чаще все бывают бывать безальтернативными здесь у тебя появляется вот некий выбор дать где-то гипнозик дай где-то жертву дать где-то бешеных шумирует есть и где-то на берс поймать это и там и там на всех шаблонах это бывает просто ты чаще и тут это вот ты можешь лучше прочувствовать и да конечно все это различным у а когра мощица дракона все это чаще собирается это какая-то не так прошла про случайно этот вопрос также может эти что-то просто больше вариативности вот именно финалках и они чаще первую очередь поэтому вот интересный опыт получаешь парит тебе как знатоку вопрос следующий предположим ситуация сообщества прошел новый игрок узнал о том что существует игра одним героем думает о круто дай зайду поиграем и вот он встречает выборы играть а тут встречает джон дэнвера который говорит пошли играть же bus cross зачем тебе ванхиру шаблоны мальчик остановись подумай куда ты лезешь дороже дэнер спасибо большое за рейд паут каст либо дуэль скажи чтобы ты ему посоветовал с 19 его начать и почему ну я в целом бы рекомендовала да как-то отметил если ты просто геройщику привет а в детском компании проходил или от играл герои и любимых то outcast и дуэль или дуэль это не так принципиально но лучше наверно outcast это вот твой идеальный выбор дальше можно играть любые шаблоны можно начать любых шаблонов но просто в ауткасте он и соревновательный как мы отмечали но и очень у него низкий порог хождения то есть в принципе посмотрев там буквально одно видео вот твой гайд можно посмотреть и уже играть даже в онлайне в лобби и в целом там ну где-то где-то тяжело где-то будет может быть не так просто но ты уже сможешь получать вот тот геймплейный так сказать ту гейплейную вариативность о которой я описываю в каком-то таком своем ключе финалочка будет так далее вот касательно отличия от каста и дуэли ну наверное outcast по-прощему можно так сказать так как все таки дуэль это некий вот прогресс outcast это вот следующий шаг который видел создатель который многие игроки хотели где у тебя чуть чуть меньше рандома у тебя сразу контроль плюс появляется сложность использования в контроле то есть на дуэли нужно хотя бы базово понимать как работает там dd и т.п. полет нужно чаще вы используете по сервису таймер особенно если популярный в лобби таймер то на дуэли тяжелее на нем играть так как ты постоянно должен использовать контроль поэтому наверное если это совсем новичок любитель то лучше читать southcast и вот как раз потом есть пути даже после там 10 20 игр все зависит от желания может 100 играть дуэли где-то будет немножко больше сложности будет немножко другой геймплей но шаблоны не так сильно отличаются как об этом думают люди но вот дуэль больше вот такой как бы баланс больше более киберспортивность и так можно выразиться а вот касс это больше для кайфу до удовольствия побегать плюс согласен коробочки не хуже не вайбер спорт шаблон набор ваше другое более простой шаблон парень вы напоследок хотел бы тебя попросить дать возможно какие-то советы на живу скором и игре на этих шаблонах неважно там надели на уткасть просто какие-то общие наставления ну самый главный совет это да если совсем новичок то просто понять какие-то геймплейные аспекты они как работают венитых работают заклинания как совершать простые действия для этого нужно просто в первую очередь играть 2 2 совет это посмотреть гайд это в первую очередь твой посмотреть возможность стримы чита игроков очень много игроков поиграют дуэли на твиче вы сможете найти смотреть как игроки играют они что они комментируют о чем они думали тоже будет хорошая подспорье да где-то совсем с нуля когда я от каста не мог играть мне очень помогли просто чужие стримы не только их я там или мы в компанию с ребятами проводим есть очень много разных турниров просто смотреть записи или в живу эти турниры где комментаторы пытаются той или иной степени объяснить действия игрока сказать уж как можно было сделать нельзя было тут сделать какую-то допустил брак ошибку не допустил все тоже очень полезно поэтому как бы такой банальный мой совет и смотреть вот турнирные игры возможно скомментирование были там скомментировали любых стримеров это неважно вот и есть на правах маленькой рекламы скажу что я просто воды свеча комментирование игр некоторые заливаются на самом деле получается довольно интересно с точки зрения образовательного слезинку смахнул дуэли процессы да и просто получилось мне кажется неплохо фарит благодарю тебя еще раз за то что ты безусловно помог нашей команде в создании нормального спасибо большое за это валяюсь коротко но продуктивный интервью мы в свою очередь желаем тебе побольше побед не только на там кровь out касте либо дуэли без разницы просто выше нос голы хф и удачи в next каточках еще раз спасибо тебе большое спасибо спасибо большое что пригласил всем большое что дал возможность высказать это свое мнение и спасибо дачи буду ждать ролика и ребят которые может захотят поиграть снова в дуэль касты или научиться ну что друзья героички это был геройский гайд посвящена шаблоном джебу соуткаст и дуэль я очень надеюсь то что вы поддержите нашу команду своим лайкосиком и комментарием под этим роликом на сегодня я с вами прощаюсь всем пока ну получается пока ставлю это лайкосик подписываемся на апельсина вот он еще раз ссылочка на видео которому только что смотрели а ла 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 так не зручные питания туде ой ой не зручно как стало так при всей скиловости и плюсах дуэльки ауткаста в поревнянні с классическими шаблонами чему большинство гравцов с часом ухвала дуэльки и снова перейшла рата классические шаблоны той же джейси на мою думку при всех плюсах и экшенах дуэльки ауткаста варто деколька слив сказать и про це дякую а розповидаю специально для тебе пане богдане а яка большинство гравцов в большинстве кто хайлайт фтс радует кто еще большинство против кто рито сакс cool story bob you know я таки смайлик на твиче почему игроки перестали играть дуэльки во первых вот эти игроки которых я назвал они не перестали играть дуэльки они перестали играть еще джебус ауткас почему это произошло у каждого своя версия надо спрашивать и у меня не освещать в гайде вообще вопрос не неудобные а изначально не очень по адресу вот и зачем это обсуждать не очень понятно у каждого свои причины куча новых игроков пришла которые раскрылись в этом шаблуде отлично себя чувствую вот такая моя вид поведь он изразумил бунт с годами да если вспоминать этих игроков фтс не играет в герои сегодня у 2 загадок там огонек но он снялся там со всех турниров в 2 это играет крайне редко хайлайт играет другие шаблоны специализируются почему что и как это же спрашивать техлекс айтерна благодарю за подписочку за пять месяцев тут может быть единственное предположение что надоело захочется другого геймплея на что вкусовщина но убившись график играл это настолько вообще нелепо богдан еще раз этих человек вот я назвал если кого-то забыл кто еще большинство игроков кто игру может там не сначала играли но игроки которые играют в дуэль сейчас этих игроков гораздо больше чем пять имен которые я назвал там сейчас а ну я дарму еще яму дарму забыли на то есть это ваше восприятие и гиперболизация история которая вам вот так вот таким образом видится на самом деле в реальности все естественно происходит немножко иначе она же совсем иначе вот и все все тишина музычка ухнулась ролик закончился пор обращаться ребят миша помарите не играют они играли в дуэльки короче послесловия в тишине от шурупа нормальный гайд где-то было душновато но эта информация в любом случае будет полезно особенно новичкам возможно получилось немножко громоздко но немножко сделать плюс-минус достойный гайд и осветить максимум аспектов так чтобы это было полет новичку и было не душно не громоздко практически невозможно там нужно было делить какие-то отдельные маленькие графы отдельные гайдики здесь такая базовая ознакомительная беседа придираться конечно можно ну зачем все круто респект уранжу респект аванкару респект пивозавру которые тоже это все готово ждем тоже каких-то новых движух на канале оранжа по дуэлькам понятно что все но там большинство игроков играя другие шаблоны и дуэль там не является топ шаблоном номер один это супер но тем не менее есть большое количество людей которым нравится этот геймплей нравится этот шаблоны сформировалась уже своя тусовка в том числе и турнирных игроков игроков высокого уровня топового уровня это все интересно это все прикольно это естественно нужно освещать и про это рассказывать чем больше будет подобных роликов как на ю тубе так и на твиче тем естественно лучше для нас всех спасибо за просмотр ребят надеюсь что было не скучно что-то может быть новое для себя узнали ролик этот будет на ю тубе тут тот те кто посмотрит это в записи естественно вам тоже привет большой и спасибо что смотрите завтра ребят стримчик будет будет будем играть дуэльки будем готовиться к финалу на верхней сетке а искал против кура кура хит против number one плеера этого шаблона на данный момент домашнее задание все идем за часа смотрим гайд пытаемся повторить какие-то наставления и советы озвученные апельсином что все завтра смогли выйти на начале третьей недели в центр и не залиться что все б.б. напоследует традиционный геройский рейд так сзади посмотрим кто стримит в душ играет был 5 с яма дармой money матч бишопс юнит к нам катают то что тоже джебусы у кошек комментируют известно что их сыграет даймлайн 2 пугу так 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 дуэлянтов не вижу сумма можно не знаю к нужно к яме сходить можно в укошу зарыдить можно бишопа либо юнит кона можно к л-р ию мяч поищем не вижу его стримом вижу можно ковры и обустанную дуэлиста мы вот это вот видим да важно ведьма на как бы чек мы не будем знать все там с коментами объяснение кайф против дримхунтера игра ребят вот и хорошо у кошу скип чё-то хитерок там что-то шанс ушам норм челикс все рейдинг тогда на дуэльку всем еще раз спасибо доброй ночи и убитый да в да это это и Продолжение следует...